привет мои дорогие мы сейчас с вами и поболтаем но мы и сделаем я сначала думала просто показать вам как я делаю ритуал на мы сделаем с вами такой вот наш эгрегорный у нас шабаш девочки настоящий потому что мы с вами сейчас загадаем крадников он у меня тоже образовался девочки да с моей легкой руки у меня образовался крадник и этого крадника мы сейчас с вами задавим моего и еще и ваших подавим тоже как в шее в общем что нам понадобится а там и есть такие а там и девочки вот я сразу по ходу дела вам буду объяснять чтобы вот кто хочет вы можете это сделать дома нам понадобится вот у кого может быть и всякие ступки есть вот у меня такие вот ступки есть и вот туда я тоже надымила мне будет легче там чистить вот этот воск да но можно использовать такие для капкейков фольгированные такие чашечки можно просто фольгу какую-то использовать но желательно какую-то чашу нам надо да и я вот девочки вот такой как для себя и для вас девочки не такой вот одноразовые хорошо использовать потом можно смять и вот с этими остатками воска и выбросить куда надо но нам это сейчас не понадобится мы сейчас сделаем с вами вот в такой вот я немножко люблю такую эстетику скажем так и удобство люблю но и эстетику тоже люблю в общем смотрите что нам понадобится ступка а там какой-нибудь либо нож ненужный то есть я девочки покупаю с черными рукоятями у меня даже много их всяких этих ножей просто обычных вот самых дешевых можно купить можно ну ладно другие уже не буду доставать короче понадобится нож с черной ручкой такого же цвета черная свеча понадобится можете скрутку сделать кто хочет макроскрутка делается из пяти девочки чтобы получилась пентаграмма ну и просто пять свечей тонких берете и скручиваете ну нам хватит и 1 и дальше берете медные гвозди 9 штук девочки первых девять потому что мы сейчас можно 13 если вы используете будете большую скрутку использовать до из пяти либо девочки одну и девять девять медных гвоздей если тут будет скрутка то их будет до 13 то есть уже 1 и 3 до отчетное количество хоть 13 нечетная но вот четное число что два числа 1 и 3 понимаете в прикол да а тут у нас одна свеча и 9 медных гвоздиков загадывайте своего крадника загадайте свою крадницу крадника кто у вас крадет и в основном от зависти крадет аж не может аж и глаза по пять копеек такие большие глаза и светится в темноте а потому что они как знаете как на выкате эти глаза от зависти к вам и вот эти вот крадники мы будем сейчас им переходить дорогу в прямом смысле этого слова вы можете этот ритуал повторить сами либо просто со мной сейчас вы посмотреть думать про своего этого крадника мы сейчас будем намазывать как говорится этого крадника на нож и потом я его этой ночью воткнул в землю и не выну оттуда не выну пока этому краднику тут как говорится капец и не придет или придет капец капец придет конец придет я хотела другими словами сказать девочки более такими тяжелыми но не буду но вы поняли что я хочу сделать этому врагу да и из-за этого мы будем короче объясняться с вами смотрите что мы делаем девочки мы строим тело нашего крадника он уже нам нужен нужен мы о нем просто думаем думаем и сейчас я буду втыкать вот свечи в свечу о гвозди свечу и вы просто думаете про этого крадника то есть мы его так программируем он к нам пришел к задачами определенными крадник от нас чего-то хочет он не нас хочет она чего-то от нас хочет и мы сейчас вот эти вот его то что он хочет у нас забирать или забирает или завидует вот это все его гвозди это все медные гвозди это то что он думает о нас можете имя назвать вот пока я делаю эту девочки называйте имя своей крадницы или крадником завистник на такого жесткого и мы строим тело мы сейчас голову пришла идея покатила может у вас еще кто то есть может хотите двух сделаем думайте про своего вот этого врага про крадницу гадо гадоту на нашей спине собралась перелезть стену попасть в райские сады до чужими руками жар загребать решила думайте девочки про своих крадников думайте вот она загадали на чем-то таком красивом пока загадывайте можете даже девять раз вот это имя повторить я тоже с вами вместе сейчас повторю это именно каждый гость глядя на каждый гвоздь имя одно и то же повторить ну что повторили на девять раз на каждый гвоздик может еще кого-нибудь возьмем девочки возьмем еще два крадника я сейчас просто за другим могу наблюдать хорошо за одного пока вот вести не придут короче давайте еще загадайте кого-нибудь мы еще возьмем одно скучу или подумайте такого я пока посчитаю гвозди загадали у кого некого крадника загадывает а загадайте вот прям какой-нибудь земной гадоту которая которая вам когда-то плохо делала даже с прошлого делаю два потому что за одним могу наблюдать за крадником с другим не вижу ну то есть новости не так быстро приходит 3 4 вот это все эти все медные гвозди это те намерения то что хотят у вас забрать отобрать иметь то что вы имеете или то 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 что вы стремитесь хотят вас обойти обогнать но что вот 2 девочки специально показываю мастер-класс девочки черной магии причем легкой и работает она 666 процентов очень быстро и хорошо вот что можно сделать дома скажем так практически него но надо выходить девочки из дома конечно придется один раз выйти может два там от кубки ну что загадали можете тоже сейчас девять раз давайте повторим имя этого человека так чтобы на него легло повторяйте своих крадников на каждый гвоздь смотрите повторяйте а я с вами тоже про себя тоже загадаю и так у нас будет знаете шабаш такой мы всех кинем на вот эти вот свечи девался поймет загадали ну и поехали мои дорогие смотрите что мы дальше с вами делаем сейчас девочки зажгу немножко зажгу немножко я отколола специальное благовоние чтобы сейчас хорошо было входить свой транс так вкусно пахнут я не могу на что берете девочки и смотрите то что вы берете правой рукой отдаете как бы левой да мы сейчас правой мы обычно берем потому мы ее не задействуем а задействуем левую руку и вот этой вот левой рукой даже вот а если взять например определенную религию про которую возможно вы знаете нет но я не буду уточнять какая до правой рукой нельзя как говорится пятую точку вытирать пятый элемент нельзя вытирать только левой и вот так ли левой мы избавляемся да вот этой вот рукой если вы левша то можете наоборот ну-то рука которая у вас не особо рабочая скажем тогда переворачивает нож конечно он стоять не будет нам надо будет его держать дальше мои дорогие берем одну тварь и сейчас смотрите это вот это вот наша такая вот кукла смотрите сама сама аж хочет так что она сама почти загорается кукла которая мы сейчас будем уничтожать куклу вашего кратника и намерение то что она у вас хочет забрать мы перекладываем на а там мы сжигаем куклу с ее намерениями и встречи а вот то что она хочет у нас забрать не в руке нашей лежит она нож она садится как птица как ворона черная на нож садится лапами царапается руками за нож берется они за то что нам принадлежит можете тоже говорить пусть мой кратник берется руками за а там мой горячий раскаленный черный ведьмовской они за за руку мою и как только обо мне подумает так сразу этот а там и будет в у нее в мясе в коже в волосах в глазах в зубах так смотрите как горит я даже сомневаюсь что в фольге бы спокойно горела так что и когда будете делать сами ритуал не забудьте воду рядом держать потому что на самом деле сложно огнем так управлять трети что творится это девочки она так не горит на самом деле когда просто делаешь чуть-чуть ух ты здесь еще происходит это из-за того что мы с вами загадали все-таки много их говорите это имя крадница своей если знаете если не знаете говорить я твое имя пока не знаю но потом узнаю когда когда ты помрешь смотрите что происходит девочки а там горит не нашу это за чудо-то такое я не возьму уже горячие смотрите что там делается девочки это у меня моя так краница горит и ваша тоже кого вы тут загадали ну хорошо вот это уже отработка видите когда она уже так пошло она уже не надо это уже агарок свечи который просто на выкидку идет ну мы положим пока и вот давайте другого возьмем крадника а это уже давно вот этот крадник а раз огонь горит значит он вот это не то что это давно девочки он еще и в работе понимаете второго давайте крадника тоже берем его тело крадника этого все что она нас хочет отобрать пусть ровно ничего и не получит на секунду я так возьму пока сделаю камеру по-другому видно было лучше этот крадник как только захочет что-то взять мое или ваши и наши пусть руками возьмется за этот нож за этот клинок и будет рука это черная вся и будет пусть будет видно по лицу и по коже этого человека что с ним стало после того как он решил ваша взять или она решила пусть на лице и у нее будет на коже будет пусть корками покроется и пусть не будет знать как это все лечить этого крадника мы узнаем по коже по шкуре и и нарисует пусть дьявол на шкуре этого крадника все его пожелания задом наперёд ух ты 3 как выдавливает гвозди просто выдавливает 3 как выдавливает и 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 вот обожглась немного этой рукой да а вот вот тут вот девочки у меня вот это как от магии пошла он как вам сказать как будто песком в сюда ударили вот именно аж писан такая дрожь песком и крест был девочки 1 1 короче когда мы кратника делали с вами до что я могу про первое сказать у первого кратника там до очень много вот именно зависть шла на втором зависти и никак бы не было да но там крест выпал ну это со смертью девочки связано а знаете кого я на втором на второй вариант загадывала такую вдову а первый раз там зависть такая вот шла именно вот как обычно знаете мы с вами делаем короче когда свеча перестает вот отработка когда заканчивается но это обычно такие завидливые завистливые люди второй раз там зависти не было на там выпала смерть там человек который приходит и несет с собой вот эти вот гадости другим людям и веселье какой-то всего ну вот наш нож девочки и смотрите видите вот вы когда будете сжечь например сами у вас такой вот будет тоже нога видите остатки воска дыма нагар сажа копоть видите как отличается вот и вот мы когда втыкаем я сейчас пойду и втыкну нож да почти по рукоять но главное хотя бы вот этой вот частью половины нагара этого черного землю втыкнули в землю и ушли когда давать откуп можно не сразу можно сразу можно если вы через перекресток идете я вот через перекресток час не пойду но но девочки завтра как раз я поеду много где по делам и вот тогда то я и накидаю очень много монет откупных вот так вот 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 сейчас на этом ножа девочки крадник понимаете все его мысли то что он хотел у вас забрать вот все это его программа мы мы левой рукой держали то есть мы отдавали право берем левой отдаем и мы дали вот краднику не не то что мы берем это что он хочет также брать каким и жар руками загребать на а именно левые вы поняли о чем я просто не хочется вот прям долго объяснять но короче что я могу сказать девочки кто хочет делаете это классная такая вещица и надо мне наверное вам рассказать про такой вот крадника который у меня завелся хотите историю кто не хочет то девочки выключите кто хочет вот послушайте да а я вам даже вот короче какой у меня крадник у меня крадница девочки вот у меня это очень часто бывает за вот хоть кол на голове чешей но на самом деле это часто это меня больше раздражает нежели например я там как-то обижаюсь и все равно такое знаете злость и раздражение она присутствует и как я чувствую крадников злостью и раздражение или кто и вот есть такой вот некоторые чувствуют зависть да вот мы начинаем если у крадника даже что-то лучше получается некоторые начинают испытывать такую досаду от зависти какой-то да но в основном это не надо путать свои ощущения с тем что вы чувствуете например злобу и раздражение от того что крадник вот вы аж чувствуете что у вас повторили за вами вот у меня повторях а есть она вот как чего она возникла была и я например кое-что есть советовала но вообще очень очень острожно и очень немного то есть я ее в черную магию вообще никак не посвящала ничего и короче и тут она в себе возомнила себя царицей морской это это уже у меня не первый раз а пятьдесят шестой наверно грубо говорят как эти меня начинается как она возомнила да она решила короче что она же всегда царица я например более скромно живу да там одеваюсь как-то скромно ну короче я не в перьях девочки а там была в перьях но ей надо за кем-то стремиться если до нее было раньше грудь нарощенная там эти вот операция на грудь сделанная и она плакала сама мне рассказывала как как кто-то кому она завидовала сделала грудь поехала в дубай ну короче все такие рассказки да и вот завидовала еще так не думаю ну что завидую что такому и в результате потом она увидела что можно короче и от меня всего этого по набираться да и девочки на и началось мало того что она начала полностью меня копировать да чуть ли не моим именем уже и называется вот прям вообще и как я узнаю про нее какие-то новости она чтобы я только не знала что она за мной повторяет понимаете делает в тайне такие вещи даже от собственной семьи это для того чтобы вот только ник я не узнала как она за мной повторяет это просто какой-то трендец но она не то что повторяет один в один за мной она вот знаете я я говорю так надо себя вести она себя таки ведет но плюс еще и к тому какая себя вести она вот решила как говорится вот прям на себе вот это вот все и попробовать скажем так не из черной не черной магии тоже было как-то назвали я решил уж я поняла что у меня дар передался дар передался мне там от кого-то там черная магия причем знаете ничего не передалось она просто вот хочет влезть в шкуру понимаете и передался оказывается дар да конечно же этом наорала на несколько еще вообще что ли кого-то там что ты попутала вообще здесь на черная курица моя и короче все и после этого он просто девочки вы не поверите один в один но я просто уже не хочу вдаваться в подробности возможно она тоже тут подслушивает да ну короче один в один начала меня копировать вот то что я в жизни делаю да все что она может копировать моментально копирует вот звали бы ее как меня то вообще бы можно было бы имя поменять она с удовольствием так бы и поменяла короче и второй крадник который вы тоже здесь но это есть и своей истории рассказываю это там где крест выпадал и кстати обратите внимание на него тоже потому что вам это тоже пригодится дан крест это будет 13 старший аркан это будет смерть девочки смерть какая-то будет ищите совершенно фомбе морд и не шарша лав м м шарша ля морд и по извините за мой французский так вот что такое вот будет почему потому что она вон ту которую я загадала на 2 крадника это та которая пытается чего-то добиться с помощью смертей людей она не совсем моя крадница но она подобралась близко к тому кому не надо подбираться и кто под моим крылом скажем так да поэтому я сделала для того чтобы за ней еще наблюдать наблюдать это уже знаете тоже моя черная курица пошла или как вы знаете как вы видимо встве называются игрушки к примеру да как вы еще девочки называется над кем вы проводите ритуал ну короче разными словами можно вот такие дела еще интересный случай вам расскажу вот просто по приколу насчет снов мне недавно ну так как недавно может уже даже недели две снится сон про мою одну знакомую женщину вот просто на приснилось что я про нее говорила с другой своей знакомой женщины и и которые они друг другом не связаны но это все происходило в одном типа городском районе я что запомнил и она говорит что ее сдала наталья прям имя назвала наталья мерещакова причем я не знаю никакой наталья мерещаковой понимаете и я думаю ну все надо той женщине как-нибудь сказать по и думаю надо не забыть этот сон и короче держала так это в голове держала держала где-то неделю я не говорила и потом что-то как говорится довелось мне с ней созвониться и она как раз гуляет где-то там платье в голову в городе там по магазинам ходят такое и я говорю ты знаешь мне такой вот сон на днях приснился у тебя нет никакой знакомой моей натальи с фамилией на м она говорит ну не знаю есть и короче и она говорит на я только что встретила со своей прошлой работы наталью там другая фамилия у нее тоже нами ми но не мещерякова я говорю а ты знаешь мне приснилось что другая какая-то женщина против сказали что тебя сдала наталья мерещакова и в тот же день когда я ей именно позвонила это прошло минут двадцать после того как она встретила эту наталью м понимаете и я говорю вот видишь смотри за тобой высшие силы наблюдают я тебе сказала что тебя сдала наталья м может фамилия не так пошло а может это ее какая-то там фамилия из семьи кто знает у коллеги то и правильно вот и все и она была очень удивлена как будто я за ней подсматривала что я и звоню и говорю что мне сон какой-то приснился про наталью м когда она ее встретила эту наталью м понимаете и и сказала она тебя сдала они как бы работали в говорится в банках понимаете банк это намотала себе на ус я не знаю на насчет того кто там где во в чем сдал чем они там кем чем-то занимался но факт остается фактом вот такой вот девочки сон в общем ладно насчет крадников мои дорогие можете этот ритуал делать сами но подождите мы сейчас его сделали вот если у вас завтра останется такое желание на на какую луну неважно неважно девочки на как луну как только у вас есть такое хорошее когда знаете когда я делаю ритуалы дам когда у меня остается вот баланс таких вот эмоций каких-то по памяти сновидений и воспоминаний и все вот так вот как только становится вот такой вот какой-то баланс хоба я делаю ритуал и он прямо зеркально повторяет реальность все и вот мы сегодня с вами сделали можете сделать сами это больше было бы обучалка обучающие такое вот видео что вы сделали это сами на 1 на конкретно тем более вы на расстоянии вытянутых рук будете во в своем астральном теле скажем так в астрале в своем алтаре скажем так делать вот этот ритуал то но так как мы сделали с вами его здесь вместе здесь была загадана много крадников понимаете много гвоздей у нас здесь был здесь было я и вы девочки если у кого-то не хватает силы поверьте мне моей силы хватит не знаю откуда откуда во мне этого всего мне иногда такое ощущение что и тело как-то мне какое-то дано может быть не то может быть мне надо было бы побольше какой-то но значит там вот как-то они больше понимают надо ли мне это девочки хочу или я бы черной ведьмы я так сразу вам скажу не хочу ну куда деваться я это ремесло свое приняла и мне с ним жить поэтому все ваши крадники здесь кого вы загадывали смотрите какая красота и собака воет на улице как раз пойду кто-то воет девочки под этот прекрасный бой ночных собак и воткну вашего крадника вниз головой в землицу холодную все мои дорогие люблю вас целую обнимаю пока пока